Добрый день! В эфире уже для многих долгожданная программа «Пенсионный вестник». Это значит, что в ближайшие 45 минут мы будем обсуждать особо важные вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения крымчан, с нашими гостями из Пенсионного фонда. Более того, все желающие могут дозвониться к нам в студию и лично задать свой вопрос специалистам и получить компетентный ответ прямо в эфире. Сегодня мы затронем две темы. Это пенсионная реформа. Постараемся разъяснить, как теперь россияне будут выходить на пенсию, на каких условиях. И еще одна тема – это новые изменения в материнском капитале, которые вступили в силу в этом месяце, то есть совсем недавно. Сегодня у нас в студии начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц отделения Пенсионного фонда России по Крыму Оксана Николаевна Савицкая. Здравствуйте! Добрый день! И начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Крыму Ольга Александровна Гуреева. Добрый день! Здравствуйте! Ну, как я уже сказал, вот совсем буквально свежая информация, если можно так сказать, относительно пенсионного обеспечения в части материнского капитала. Вот в ноябре, 12 ноября 2018 года вступили в силу эти изменения на законодательном уровне. Собственно, расскажите подробнее об этом нововведении. Что нового? Нововведение касается выдачи сертификата на материнский капитал. Как вы правильно заметили, в ноябре этого месяца эти изменения были внесены, одобрены и вступили уже в законную силу. Изменения в какой части произошли? В сроках выдачи сертификата. То есть правительству внесены изменения в 256-й федеральный закон о дополнительных мерах социальной поддержки семьям с детьми, в котором оговариваются, то есть изменяются сроки выдачи сертификата. Теперь семья, которая родила второго, третьего и последующих детей, обращаясь в пенсионный фонд, получить сертификат может в два раза быстрее. Если ранее срок выдачи сертификата был 30 дней, то с 11 ноября текущего года уменьшается срок выдачи сертификата до 15 дней. Это значительно ускоряет процессы. Хорошо, что вы это отметили. Я же в свою очередь отмечу, что все зрители телеканала Первый Крымский и слушатели Радио Крым могут дозвониться к нам в студию по телефону городской линии 3652 546 546 и по мобильному 7978 400 590. Не упустите возможность задать свой вопрос в прямом эфире нашим специалистам. А пока продолжим. Собственно, с января 2018 года вступили в сину и закон о ежемесячной выплате за счет средств над капиталом. Кто имеет право получить такую ежемесячную выплату и как активно крымчане пользуются этим? На самом деле изменения в законодательстве сейчас имеют очень популярность, можно сказать. В настоящее время к нам уже обратились крымчане. За этой выплатой более 1300 человек. И успешно назначают и получают ее. Ну давайте тогда остановимся, кто имеет право на эту выплату. Как вы уже правильно заметили, с января действие этого закона работает на территории Республики Крым. Право на выплату из органов пенсионного фонда будут иметь семьи, у которых родились вторые детки. То есть это касается нововведения всех детей, которые родились именно вторыми в семье, начиная с января 2018 года. А также детки, которые усыновлены и которые родились тоже начиная с января 2018 года. Но учитывая, что это поддержка малообеспеченным семьям, поэтому выплата эта рассчитывается по совокупному доходу семьи. То есть если семья имеет доход, который не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума, право на эту выплату будет иметь. Как раз говоря о многодетных семьях, о многодетных матерях, именно их касается и нововведения в пенсионной реформе. У нас появилась новая категория граждан, собственно, и точнее не граждан, а форму поддержки многодетным матерям в рамках новой пенсионной реформы. Когда будут оформлять пенсию многодетные мамы? Да, вы абсолютно правы. Это совершенно новая категория, которая появляется у нас в связи с вступлением в силу нового пенсионного закона. Это мамочки, которые родили троих-четверых детей. Если в рамках текущего законодательства право на досрочное назначение пенсии ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста в возрасте 50 лет предоставлено мамочкам, родившим пятерых и более детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста, то с января 2019 года право оформить пенсию досрочно получают мамы, которые родили от троих детей и выше. При этом законом определено, что выйти на пенсию, учитывая требования с учетом переходных положений к повышению общеустановленного пенсионного возраста, эти категории мам будут приобретать по достижении возраста в зависимости от количества детей. Общеустановленный возраст, как мы знаем уже, новым пенсионным законом установлен для женщин, опять же напомню, с учетом переходных положений, это 60 лет, так мама, которая родила троих детей, пропорционально количеству рожденных и воспитанных, опять же, до восьмилетнего возраста, это тоже правоопределяющее условие, будет иметь право на пенсию в возрасте 57 лет, то есть 60 лет минус трое детей. И, соответственно, мама, которая родила четверых детей, 60 лет минус четыре, она приобретет право по достижению возраста 56 лет. Пенсионный возраст возрос, возрос и возраст трудоспособности, таким образом, россиянина, гражданина нашей страны. И как это отразится на нынешних пенсионерах? На нынешних пенсионерах, это тоже важно отметить, изменения в пенсионном законодательстве, они никаким образом не отразятся. Те пенсионные права, которые реализовал уже наш гражданин, крымчанин в том числе, они будут сохранены в виде пенсионных выплат, установленных уже. Давайте сейчас об этом подробнее поговорим, сразу после того, как примем первый звонок, у нас он уже есть. На прямой линии, здравствуйте, откуда вы, как вас зовут и что вы хотели спросить? Алло. Добрый день, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня у брата умерло на двое детей. У него на руках сертификат материнского капитала. Может ли он в дальнейшем использовать его для лечения медицинских учреждений? Потому что у ребенка, у него лейбор, он находится на лечении в титру. Да, спасибо за вопрос. Прежде чем распоряжаться средствами материнского капитала, необходимо оформить вашему брату переход права. Законом существует такое понятие, переход права, в случае, если, как сказал нам слушатель, что женщина умерла и осталось двое деток, при этом она уже успела получить сертификат на материнский капитал. В первую очередь нужно мужчине обратиться в пенсионный фонд, подать заявление о переходе права на получение сертификата. Что касается, можно ли распорядиться средствами материнского капитала на лечение ребенка, к сожалению, законодательством предусмотрены немножечко другие виды распоряжения. В частности, это адаптация ребенка-инвалида с детства в общество. То есть, это приобретение каких-либо видов товаров и услуг, которые компенсируют материнским капиталом семье. Оплата лечения в каких-то дорогостоящих, может быть, учреждениях, к сожалению, законом не предусмотрена. Для тех, кто только что присоединился, я напомню, что у всех желающих есть возможность дозвониться к нам в студию по телефону 36 52 546 546 и мобильному 7978 400 590. И вот в продолжении темы двух детей, в частности, какие документы необходимо предоставить для получения ежемесячной выплаты за второго ребенка. Или сейчас я узнаю, есть ли у нас звонок. Да, у нас есть очередной звонок на прямой линии. Мы готовы его принять. Здравствуйте. Откуда вы? Что вы хотели спросить? Добрый день. Удачного вам дня. Спасибо. Меня зовут Елена. Дело в том, что я 15 лет, инвалид второй группы. Последний год, 16-й, мне дали третью группу пожизненно уже. Я сделала российское удостоверение, но его у меня или вытащили в маршрутке, или я потеряла его. Скажите, что мне делать? Как взять заново удостоверение? Органы соцзащиты? Ну, с января 2015 года органы пенсионного фонда уже удостоверение пенсионное не выдают. Это предусмотрено 400-м федеральным законом. Поэтому мы можем только вам предложить обратиться в клиентскую службу и получить справочку о том, что вы являетесь пенсионером. Одновременно вы можете обратиться также в органы социальной защиты и получить то удостоверение, которое предлагает эта служба. Спасибо за ответы к материнскому капиталу. А точнее, какие документы необходимо предоставить для получения ежемесячной платы за ребенка? Начнем с того, чтобы оформлять единовременные выплаты, нужно сначала обратиться за сертификатом. В данном случае закон предусматривает такое право обратиться к семье одновременно с двумя заявлениями. То есть первое заявление это будет на выдачу сертификата, а второе заявление уже на получение и определение права на единовременную выплату. Для получения сертификата семье необходимо обратиться, во-первых, должна мама лично, это паспорт гражданина Российской Федерации, документ, который подтверждает рождение двух деток, второй ребенок, который рожден в этом году, должен обязательно быть также гражданином Российской Федерации. Что касается документов о единовременной выплате, то пакет, в общем-то, состоит из справок о доходах. В первую очередь нужно обратить внимание, что если семья работающих, мама и папа, то нужно предоставлять справочки о заработной плате за предыдущий год. То есть, если человек обращается в ноябре, то справка о заработной плате и все справочки о доходах должны предоставляться за предыдущий год. То есть, начиная с октября 2018 года, с сентября 2017, по октябрь 2018. Если в семье старший ребенок обучается, получает стипендию, соответственно, справочка нужна из учебного заведения о том, какую стипендию получает. Если в семье есть ребенок, который получает алименты, например, справка об алиментах, то есть семья должна предоставить все свои доходы, которые она получала за предыдущий год. Если эта сумма общего дохода превышает определенную цифру, то тогда они не могут прецендию. Если она будет превышать полуторакладный размер, то, конечно же, права не будет. Ну, в общем-то, учитывая то, что к нам сколько уже обратилось заявителей, доходы, в общем-то, позволяют оформить эту выплату и получать ее ежемесячно. Хочу отметить, что выплата назначается до полутора лет ребенку, который дает на это право. Первая выплата назначается на год, вторая, как бы половинка, это полгода, уже нужно будет вновь обратиться семье с заявлением, опять же, предоставить пакет документов о доходах и сделать продление этой выплаты. Ну, это мы сейчас говорили о ежемесячных выплатах. Если продолжить тему материнского капитала, в частности, сертификаты, если я не ошибаюсь, существует несколько направлений его реализации, то есть каким образом его можно использовать. Это и образование, и будущее там пенсии матери, улучшение условий жизни. Вот хотел спросить, какие направления в Крыму самые популярные, сразу после того, как мы ответим на телефонный звонок. Здравствуйте. Откуда вы? Как вас зовут? И с каким вопросом вы к нам дозвонились? Здравствуйте. Юрий Семперополь, 59-й год. Летом я должен уйти на пенсию. Если общий стаж более 42 лет, я могу раньше уйти на пенсию со своим годом? Юра, Юра, тебя на что это перед этим вопросом? Да, очень интересный вопрос. Это как раз-таки к нововведениям в пенсионном законодательстве, поскольку предусмотрено, что новая категория у нас появляется. Это мужчины, страховой стаж которых составляет свыше 42 лет, и женщины, страховой стаж которых составляет свыше 37 лет. Законом предусмотрено новым пенсионным, что эти граждане вправе до достижения вообще установленного пенсионного возраста на два года ранее достижения этого возраста при наличии такой продолжительности страхового стажа оформить пенсию по старости. Но здесь нужно иметь в виду особенности исчисления стажа именно для этих категорий граждан. Вот в продолжительность стажа слушателя 42 года, когда орган пенсионного фонда будет производить подсчет указанной продолжительности стажа, будут включены непосредственно только периоды работы, либо периоды нахождения на больничных листах. Это время... Такой вопрос, периоды работы в России или в Украине тоже? Просто у нас Крым-то тоже регион, переходящий в состав Российской Федерации, страховая пенсия начислялась не на российский пенсионный фонд и так далее. Здесь немножко вопрос требует еще дальнейших уточнений, мы его прорабатываем. Но хочу сказать, что если речь идет о периодах стажа, приобретенного, независимо на территории какого государства, входившего, ранее входившего в состав СССР до 1 января 1991 года, такие периоды в указанную продолжительность стажа будут включены. Что касается периодов, имевших место на территории Российской Федерации, они бесспорно будут включены, да, вне зависимости от каких-либо условий продолжительность страхового стажа. Здесь после января 1991 года есть у нас такая особая категория граждан, которые подпадают под действие 208-го закона, всем нам уже широко известного. Это крымчане, которые по состоянию на 18 марта 2014 года проживали на территории Крыма-Севастополя и имели периоды работы на территории Крыма-Севастополя. Вот здесь у нас вопросов нет. Что касается тех граждан, которые на 18 марта не проживали на территории, то будем уточнять. На линии есть еще один звонок. Алло, доброго дня вам. Что вы хотели спросить, как вас зовут? Добрый день, уважаемая студия, Леонора. А скажите, пожалуйста, в каких случаях точное обучение института включается страховой стаж? Спасибо большое. Если это было в 80-х годах Российской Федерации. Страховой стаж, как говорит нам пенсионный закон и ныне действующий, тот, который с учетом изменений, вступающих в силу с января 2019 года. Страховой стаж – это продолжительность периодов работы или иной деятельности, за которые производилась уплата страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Периоды учебы не включаются в страховой стаж, но вместе с тем указанные периоды могут быть включены в общий трудовой стаж до 1 января 2002 года, если такие периоды имели место, в целях определения расчетного размера пенсии. И общий стаж потом может учитываться, точнее, стаж, полученный во время обучения в университете или институте, может учитываться? Для расчета размера пенсии в определенных случаях. Понятно. Радует то, что наши телезрители и радиоуслушатели активизировались, потому что они не хотят упускать уникальную возможность прямо в прямом эфире, не выходя из дома, поговорить со специалистами, получить компетентный ответ. Таким образом, у нас есть еще один звонок. Если человек остался на линии, то я прошу вывести его к нам в эфир. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Отойдите, пожалуйста, от приемника или телевизора и задайте свой вопрос в телефон. Меня зовут Наталья Михайловна. Я из Феодосии. У меня к вам такой вопрос. У нас весь город завершен объявлениями, что вся Феодосия завершена объявлениями. Часы и лавки определяют материнский капитал. Говорят, у нас все по закону, все. А на самом деле, законно это или нет? Ответьте, пожалуйста. Многие люди интересуются. Вот такой у меня вопрос. Да, действительно, больше появляется людей, которые могут то ли якобы, то ли действительно каким-то образом обналичить материнский капитал. На самом деле, действительно, не только в городе Феодосии, во всех городах нашей республики Крым висят объявления, где предлагают обналичить материнский капитал, где даже написано обналичие материнского капитала законно с помощью пенсионного фонда. Во-первых, я хочу сказать, что пенсионный фонд ни с кем не заключает никаких соглашений, никаких договоров по такому поводу. Это, можно сказать, что мошеннические организации, которые вводят людей, как бы, должны как-то назвать это слово, в общем-то, в заблуждение, скорее всего, и помогают в каком-то, не знаю, даже плане, что там они обещают им, и предлагают деньги. Тем самым очень много у нас обращаются людей, которых обманули. Происходит как бы со слов наших мамочек, что они отдают оригиналы документов, оригиналы паспорта, оригиналы документов о рождении детей. В итоге представители этих организаций оформляют доверенности, мамочка подписывает эту доверенность о том, что она доверяет, осуществлять все действия с ее документами, в том числе и распоряжаться всем, чем они посчитали нужным. В итоге эти люди с этой доверенностью исчезают, подают, как законные представители, заявления в пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала, что они могут сделать. Они приобретают дома, которые, в общем-то, непригодны для проживания, распоряжаются на получение займа, то есть берут займ в кредитно-потребительском кооперативе, получают деньги, и, в общем-то, деньги остаются у них, и эти женщины, которые повелись, наверное, на большую деньгу, остаются не у дел. На самом деле, если вы видите такое объявление, большая к вам просьба, прежде чем вы пойдете в эту организацию оформлять какие-то документы, предоставлять свои документы, нужно очень хорошо подумать, на какие аферы... А какие последствия могут быть? Да, и какие последствия могут быть. На самом деле, предусмотрена уголовная статья, это мошенничество, особенно, когда участвует группа лиц, и все тайное становится явным. Правоохранительные органы занимаются этим вопросом. Уже у нас есть судебные решения, где, в общем-то, привлекают к суду женщин, которые распорядили средства материнского капитала через какой-либо кредитно-потребительский кооператив, в итоге не смогли... То есть это чревато последствиями даже такими, для женщин, которые своим материнским капиталом таким образом распорядились. Совершенно верно. По сути, они не имеют на это права. Но это понятно, это логично. Но я не знал, что это может быть для них наказуемо. То есть мы, с одной стороны, смотрим то, что это мошенники промышляют, и они выуживают каким-то образом и оригинал документов, и судоверенности. Но дело все в том, что компании эти пришли, в общем-то, они не первый год работают. Напомню, что этот закон действует 2007 года, и на территории Российской Федерации, в общем-то, уже опыт имеется. И вот сейчас они все переехали, ну не все, переехали в Республику Крым и город Севастополь. И, конечно же, учитывая то, что у нас население только получило сертификат, еще не все люди смогли распорядиться им. И поэтому вот находят таких вот женщин, которые соглашаются улучшить свои какие-то условия, жилищные или бытовые, за счет того, что люди предлагают им какую-то часть передать наличными деньгами из этого материнского капитала, а в итоге остаются вообще без копейки. Ну что ж, будьте бдительны. На линии у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, мы рады приветствовать вас в нашем эфире. Что вы хотели спросить у наших специалистов? Как вас зовут? Сколько вам лет? Откуда вы? Добрый день. Я хочу вам задать вопрос. Мне в октябре исполнилось 80 лет. Доплату я получила, у меня 20 тысяч в пенсии. Доплату я получила 1 тысячу 69 рублей. Да-да, отойдите, пожалуйста, от источника звука и продолжите задавать свои вопросы. Некоторым по 4,800, некоторым по 4,300, а мне почему-то 1 тысячу. Вопрос понятен. Вопрос понятен. Да, вопрос понятен. Так часто к вам обращаются с подобными вопросами? Достаточно часто, но количество таких обращений, оно ежегодно у нас снижается. А чего зависит такая разница? У нас с января 2015 года, когда перешли на российское пенсионное законодательство, пенсионеры, условно говоря, разделились на две категории. Это получатели сохраненного размера пенсии, который был установлен по прежнему законодательству на 31 декабря 2014 года. И пенсионеры, которым более выгодным является расчет уже в полном объеме по нормам российского законодательства. В данном случае речь как раз идет, судя по размеру пенсии, который был в эфире озвучен, о получателе пенсии в сохраненном размере. Пенсия в сохраненном размере, она у нас включает в себя две составляющие. Это непосредственно российская пенсия, которая внутри сохраненного размера и доплата до сохраненного размера пенсии. Законом 400 у нас предусмотрено, что все перерасчеты, индексации перерасчеты, в том числе связанные с достижением пенсионерами возраста 80 лет, они производятся с российским размером пенсии. То есть внутри сохраненного размера с российским размером пенсии происходят какие-то изменения, трансформации в сторону увеличения. Российский размер пенсии увеличивается, но доплата до сохраненного размера после проведенных вот этих всех процедур, она уменьшается. И так продолжается в результате перерасчетов до тех пор, пока российский размер, он не превысит сохраненный размер пенсии. В данном случае внутри размера пенсии сохраненного произошли изменения и по достижении возраста 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии, это одна из составляющих частей страховой пенсии, она увеличена была в результате перерасчета на 4800 рублей. Но учитывая то, что внутри сохраненного размера это все происходило, сократилась здесь у нас до нуля уже доплата до сохраненного размера, да, то есть она снизошла на нет. И вот эта разница между сохраненным размером пенсии и уже российским размером пенсии пересчитанным в результате соответствующего перерасчета ее пенсионер смог увидеть. В дальнейшем уже какие-либо перерасчеты и индексации будут производиться, их уже будет видно, так сказать, на поверхности, потому что уже вышел на поверхность российский размер пенсии. Довольно сложно это все понять, особенно пенсионерам. Хорошо, что у нас есть вот такая программа, как пенсионный вестник, где мы стараемся какие-то моменты разъяснить. Потому что, ну вот, если честно, мне не до конца ясно, что вот сохраненный размер, что несохраненный, и вот почему-то тысячу рублей добавили вместо четырех, вот, ну, ладно, если вот человеку... Ну, нужно же заранее думать о своей пенсии. Как же так? Если человеку исполнится 60 лет, например, в конце декабря этого года, успеет ли он выйти на пенсию по старым правилам? Иногда вот процедура оформления пенсии просто затягивается, и специалисты пенсионного фонда требуют донести нужные документы. Вот по новому законодательству пенсионный возраст поднимут уже с января следующего. Ну, во-первых, будем говорить о том, что человек достигает общеустановленного пенсионного возраста в 2018 году, то есть в рамках действия еще существующего пенсионного законодательства без тех изменений, которые вступят в силу, начиная с января 2019 года. Здесь, если обратиться к нам до конца 2018 года гражданин с заявлением о назначении пенсии, страховой по старости в территориальный орган пенсионного фонда, то пенсия назначена будет с даты подачи соответствующего заявления. Но поскольку существуют такие ситуации, и часто они достаточно возникают в практике деятельности наших территориальных органов, когда недостаточно, не хватает тех или иных документов о стаже, заработке, о каких-либо иных факторах, которые влияют как на право, так и на размер пенсии, человеку предоставляется законодательно тоже установленная возможность для предоставления недостающих документов и дается для этого три месяца. Кроме того, у органа пенсионного фонда, также законом это предусмотрено пенсионным, существует возможность приостановить срок рассмотрения заявлений представленных документов для проведения соответствующих проверок. То есть в том случае, если не полный пакет документов, что-то требуется уточнить, человеку будет предоставлено три месяца для предоставления недостающих документов, либо, если будет на то его желание или необходимость с нашей стороны мы увидим для проведения проверки, орган пенсионного фонда также праве остановить, приостановить срок рассмотрения этого заявления, но в любом случае возврат будет при рассмотрении уже срока назначения пенсии на дату подачи заявления. Знаем по законодательству, что пенсия назначается с даты подачи заявления, но во всех случаях не ранее возникновение права на указанную пенсию. Если же мы говорим о том, что человек достиг пенсионного возраста в 2018 году, но по тем или иным причинам не смог обратиться с заявлением, не смог подать заявление о назначении пенсии в пенсионный фонд и обратился уже, то есть приобретя право на пенсию, обращается за ее установлением после того, как изменения пенсионного законодательства вступили в силу в январе 2019 года. Здесь в данном случае те же будут предоставлены ему сроки для предоставления недостающих документов и не повлияют требования законодательства, положения законодательства в части повышения пенсионного возраста не будут на этого человека распространяться. Также будет рассмотрен вопрос о назначении пенсии с даты подачи заявления, независимо от того, когда он возраста достиг. У нас есть звонок. Здравствуйте. Небольшая просьба есть именно задавать вопрос в телефон, а не в телевизор или радиоприемник. Пожалуйста, отойдите от источника звука, скажите, как вас зовут и что вы хотели спросить у наших специалистов. Добрый день. Я бы хотела спросить... Да-да, задавайте свои вопросы. Я бы хотела спросить, с нового года будет выплата по тысяче в СИН или по разному будет выплата? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, действительно, в СМИ можно часто услышать в последнее время информацию, по которой с января 2019 года к пенсии будут заплачивать по тысяче рублей. Вот насколько эта информация правдива? Да, это очень популярный вопрос. Ну, сразу скажу, что пенсионным законом предусмотрена индексация пенсии с января 2019 года на 7,05%. Речи о выплате к пенсии, либо в рамках размера этой пенсии тысячи рублей, но в пенсионном законодательстве не идет. Здесь, вероятно, речь идет о том, о среднем увеличении пенсии в результате индексации, которая будет проведена для неработающих пенсионеров, начиная с января 2019 года. Ну, и в разных регионах тоже пенсии разные, поэтому... Совершенно верно. И размер пенсии у всех индивидуален, поэтому говорим о среднем увеличении. То есть это не тысяча рублей, а 7,5% от пенсии? 7,05. Ага, 7,05. Да, 5 сотых. Спасибо за разъяснение. У нас на линии есть еще один человек. Здравствуйте. Спрашивайте, что вы хотели узнать у специалистов. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. У меня вопрос к специалистам по материнскому капиталу. Мне нужно получить справку об остатке. То есть сколько средств материнского капитала у меня осталось на счету. Как мне это сделать? Ну, вы должны обратиться, во-первых, в пенсионный фонд, попросить эту справочку, и девочки вам ее выдадут. Также вы можете эту справочку запросить через электронные сервисы пенсионного фонда. То есть проблем в предоставлении этой справки у вас не будет. Предоставляете документ, подтверждающий вашу личность, и специалисты клиентской службы вам эту справочку подготовят. Это электронная справка будет такой же по значимости? Нет, электронная справка. Если эта справка нужна просто для самого гражданина, посмотреть, какой остаток средств на счету, то справочку эту он получит. То есть неполную законность она имеет? Если, да, ну как бы там не будет печати. Ни подписи, ни печати. Нет, не будет, да. Если же эта справка нужна для предоставления, допустим, для оформления сделки, иногда нотариусы требуют, если совершается сделка купли-продажи жилого помещения, то требует справочку об остатке средств на материнском капитале. Тогда, конечно, нужно будет обратиться непосредственно в клиентскую службу пенсионного фонда и эту справку там получить. Там уже будет и печать Гербова, и подпись начальника управления. Для тех, кто только что присоединился, напомню, что у нас до сих пор открыты телефонные линии. Вы можете дозвониться к нам в студию и получить компетентный ответ по номерам телефона 3652 546 546 городской или же по мобильному, что тоже очень удобно, плюс 7978 400 590. И у нас уже есть звонок. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашем эфире. Что вы хотели спросить, как вас зовут, откуда вы? Алло, здравствуйте. Меня зовут Елена. 65-го года в студии, я в городе Симферополь. Меня интересует вопрос по поводу расчета пенсии. Сейчас я работаю, до пенсии мне осталось еще 4 года. Я работаю. И повлияет ли моя сегодняшняя заработная плата на размер будущей пенсии? Спасибо. Это часть, где работающие пенсионеры потом должны писать заявление. Безусловно, повлияет величина заработной платы на размер будущей пенсии, поскольку в целях исчисления размера пенсии органы пенсионного фонда принимают во внимание те суммы страховых взносов, которые работодатель уплатил за работу каждого работающего у него сотрудника в пенсионный фонд. То есть, поскольку начисляются эти суммы страховых взносов на заработную плату и иные виды выплат, то, безусловно, конечно, чем больше зарплата, тем выше сумма страховых взносов, которая будет учтена на лицевом счете застрахованного лица. И в дальнейшем эта сумма, она как одна из составляющих размера пенсии будет использована уже, когда человек будет реализовывать свое право на установление пенсии. Повлияет. Оксана Николаевна, вот что хотел еще у вас уточнить. Расскажите, что означает вот льгота за стаж 42 года и 37 лет, соответственно, в новом законе о пенсиях? Да, вот был звонок уже сегодня, немножко мы этой темы коснулись. Еще раз напомню, что это совершенно новая категория граждан, которая появляется у нас в пенсионном законодательстве, начиная с января 2019 года. Это мужчины, у которых продолжительность страхового стажа составляет не менее 42 лет, и женщины, продолжительность страхового стажа которых составляет не менее 37 лет. Он предусматривает для этих категорий граждан возможность установления страховой пенсии ранее достижения нового возраста пенсионного с учетом переходных положений на 24 месяца или на 2 года. То есть те граждане, которые приобрели за время своей трудовой деятельности продолжительность вышеупомянутого страхового стажа вправе претендовать на установление пенсии за 2 года до достижения соответствующего возраста. Важный нюанс, я об этом уже говорила сегодня, еще раз напомню нашим зрителям, слушателям, что в продолжительность страхового стажа именно в целях определения возможности отнесения к этой категории граждан включаются только периоды работы, либо время нахождения на больничных листах, это периоды нетрудоспособности. Включение иных периодов законодательством в указанную продолжительность страхового стажа не предусмотрено. Еще про категории граждан, которых возможно не коснется повышение пенсионного возраста. Есть ли такие категории граждан, которых не коснется возраст выхода на пенсию, не изменится? Если говорить о тех категориях граждан, которых не коснутся изменения пенсионного законодательства в части повышения требований к возрасту установления пенсии, Это мы уже говорили сегодня об этой категории. Это многодетные мамы, которые родили, воспитали до 8-летнего возраста пятерых детей. Им тот возраст, который на сегодняшний день установлен, это 50 лет, он сохранен и уже в новом пенсионном законодательстве. То есть определенные льготы предусмотрены. Да. Кроме того, это у нас родители инвалидов детства. Здесь у нас появляются, кроме женщин, еще и мужчины. Любому из родителей может быть установлено, если ребенку была до 18 лет установлена инвалидность, и он отнесен к категории детей инвалидов детства при наличии подтверждающих документов. И мама, и папа могут претендовать на установление страховой пенсии по старости досрочно. Мама по достижении возраста 50 лет, папа по достижении возраста 55 лет. Кроме того, это особые категории работников, которые трудились в тяжелых условиях труда. В особых условиях труда это у нас работники, которые заняты на работах по первому списку. Это подземные работы, шахтеры. По второму списку электросварщики. К примеру, в ручной сварке очень часто встречающаяся категория. Для них право на установление пенсии будет по достижении возраста и ныне действующего. Для женщин, если это была работа по первому списку, возраст 45 лет, для мужчин 50. Если работа по второму списку была у женщины, это возраст у нас будет 50 лет, мужчины, соответственно, 55. И порядка 20 категорий еще, профессиональных категорий работников. Входят сюда медики и педагоги? У медиков и педагогов их как раз изменение пенсионного законодательства, они несколько коснулись. И касаются они не увеличения требований к продолжительности специального стажа, то есть выслуги лет 25 или 30 лет. В зависимости от категории у нас работника для педагогов-медиков установлена выслуга педагоги 25 во всех случаях. Медики от 25 до 30, в зависимости от того, где работа имела место в сельской местности, либо в городах. Продолжительность стажа у них не меняется, дающего право на установление страховой пенсии по старости досрочно. Но будет отложен, так сказать, срок выхода на пенсию в зависимости от того, в каком году гражданин выработает необходимую продолжительность стажа на соответствующих видах работ. Здесь тоже у нас законом предусмотрены переходные положения до 2028 года. Максимальная дата отсрочки, так скажем, даты выхода на пенсию, она составляет 5 лет. На конкретном примере, если педагогический работник, учитель школы выработает 25 лет необходимой выслуги в 2021 году, то реализовать свое право на установление пенсии он сможет в 2024 году. То есть право мы его зафиксировали в 2021 году, определили, что 25 лет специального стажа есть. И это дает возможность ему выйти на пенсию через 3 года, то есть в 2024 году. Ну, в принципе, о том, что изменения могут затронуть часть пенсионного законодательства с 2019 года, пенсионное обеспечение работающих пенсионеров, как раз у нас был звонок, в частности, индексация пенсии работающим будет произведена в соответствии, ну, в общем, на общих условиях. Вот расскажите, в какие сроки после увольнения пенсионеру будут выплачиваться пенсии уже с учетом индексации? Но это сразу после телефона Возвонка. Здравствуйте. Как вас зовут? Что вы хотели спросить? Откуда вы? Это вы сейчас спрашиваете. Да, да, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Я являюсь военным пенсионером. И вот хотел бы узнать немножко о том пенсионном возрасте, когда можно в 42, ну, имеется в виду в 42 года, имеется в виду, что по тому количеству, я только проработал, возможно ли выйти, что для этого. То есть, заточный выход на отсутствие. Вот как-то так. Немножко не совсем понятен вопрос. Если, да, если... Если возможность повторить, если мы еще с этим человеком на связи. Пожалуйста, более четко. У нас небольшие сложности со связью. 42 года для мужчин заточный выход. Немножко ответите вот об этом вопросе. Что для этого необходимо? 42 года? Торопимся, что ли? Ну, давайте попробуем ответить, насколько мы поняли. Вот я поняла так, что слушатель, зритель хочет претендовать на установление пенсии в возрасте 42 года. Речь идет не о стаже. Я поняла тоже. Да, возраст 42 года. И претендовать на установление пенсии военной в связи со службой, да, в не совсем понятно где, либо в вооруженных силах, либо по линии другого какого-то ведомства силового. Пенсионный фонд устанавливает выплаты, так скажем, гражданским пенсионерам, ну и в отдельных случаях за часть гражданского стажа, не учтенного при назначении пенсии, военным пенсионерам. В данном случае, я так понимаю, что речь идет о праве на установление пенсии по линии соответствующего силового ведомства. Здесь пенсионный фонд не может комментировать ни условия, да, их устанавливает соответствующее ведомство, ни возраст, ни продолжительность стажа выслуги необходимой. Если говорить о том, что вот о той выплате, которую производит пенсионный фонд данной категории граждан, по достижении, опять же, общеустановленного пенсионного возраста, может претендовать военный пенсионер на установление выплаты части страховой пенсии за гражданский стаж, который не был учтен ведомством соответствующим при назначении выплаты пенсионной по линии силового ведомства. Ну, здесь, я понимаю, немножко другая ситуация. Ну, это, грубо говоря, вопрос не к вам. У нас осталось буквально пару минут, и я отмечал, что мы будем зачитывать еще и вопросы, которые приходят на редакцию. Вот последний вопрос адресован к вам, Ольга Александровна. Вот женщина уже купила квартиру за деньги маткапитала, на сегодняшний день она решила продать эту квартиру, купить большую, большую по площади. Возможно ли это сделать? Ну, начнем с того, что пенсионный фонд уже перед этой женщиной свои обязательства выполнил. Деньги были перечислены продавцу, дело закрыто, обязательство выполнено. Единственное, что если детки малолетние, продать квартиру, конечно, сможет, но только с разрешения органа опеки. Если орган опеки разрешит эти действия, просмотрит этот вопрос, то я так думаю, что эта женщина сможет продать эту квартиру и купить себе большую. Спасибо большое за ответы, за то, что вы уделили нам время и ответили на все дозвонившиеся вопросы с помощью телефона. Эфир нашего телеканала продолжается. Мы желаем вам всего доброго, традиционно, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин